Приветствую вас мой друг, с вами Дмитрий Тишанский и у нас сегодня мега важная тема, которая называется написание продающих постов. Если вы хотите научиться писать крутые продающие посты, которые вам будут давать просто сумасшедшую конверсию, обязательно смотрите это видео до конца, обязательно возьмите листок, ручку и записывайте все, что я вам буду в этом видео рассказывать. Потому что я буду делиться не какими-то теоретическими знаниями, которые вы можете найти в других видеороликах, либо в другом варианте в интернете в открытом доступе, я с вами буду делиться своими авторскими наработками, той структурой, которую я использую для написания продающих постов. И эти продающие посты дают просто сумасшедшую конверсию. Если вы хотите научиться продавать через текст, неважно, будь то посты в социальных сетях, либо может быть какие-то статьи на вашем блоге, видео и так далее, вам необходимо знать копирайтинг. Вообще копирайтинг это такая тема для интернет-предпринимателя, без которой просто не обойтись. Если вы не знаете копирайтинг, я уверен на 100%, что вы не имеете больших продаж в бизнесе. Так вот, как я уже сказал, берите листок и ручку и начинайте все это записывать. Прежде чем мы перейдем непосредственно к сути, сразу хочу сказать, откуда взялась вот эта структура продающего поста. Я очень много обучаюсь, я покупаю тренинги, смотрю какие-то полезные материалы также в бесплатном доступе. Все это всегда применяю на практике, что-то меняю, где-то моделирую, откуда-то выхватываю какие-то кусочки, все это применяю на практике, внедряю в бизнес и смотрю, как это работает. Я все тестирую и таким образом я прихожу уже к каким-то конечным итогам на данный момент. Возможно, структура продающего поста у меня в будущем также поменяется, потому что любой бизнес – это череда тестирований. Но, тем не менее, на данный момент вот эта структура, которую я вам расскажу в видео, дает очень хорошую конверсию. Я проходил платный курс по копирайтингу и та структура продающих постов, которую я взял из того курса, была более чем в два раза менее эффективна, чем то, что я вам дам в этом видео. Вот представьте, таких материалов в бесплатном доступе вы не найдете. Ну что, давайте непосредственно перейдем к нашей теме. Я надеюсь, что вы все-таки поняли, что вам нужно все это дело записать обязательно, для того, чтобы вы научились создавать крутые продающие тексты. Я не стал загоняться со слайдами, потому что, конечно, круто, когда все красиво, когда все привлекательно для взгляда, но моя основная задача, как я считаю, это дать вам крутой контент. Поэтому я не стал загоняться со слайдами, как я уже сказал, но содержание их очень-очень полезно. Итак, весь ваш продающий текст, нужно понять, что он разбит на блоки. У нас будет всего 12 блоков. Да, продающий текст, необходимо понимать его структуру, необходимо тезисно понимать, что за чем идет, для того, чтобы его грамотно составить. Первый блок, нам необходимо привлечь внимание клиента. Если мы говорим про социальные сети, в принципе, большинство интернет-предпринимателей именно социальные сети используют, особенно социальную сеть ВКонтакте для развития бизнеса, то это картинка, заголовок и сниппет. Что это такое? Картинка. Во-первых, естественно, вы понимаете, что у нас здесь должна быть привлекательная какая-то картинка, которая привлекает внимание. Ни в коем случае нельзя вот такие вот картинки использовать, как очень многие любят предприниматели. Зайти, например, в Яндекс.Картинки, вбить заработок в интернете и вот какие-нибудь вот такие. Вот, вот, посмотрите. Ни в коем случае нельзя использовать такие картинки. Что это такое? Это нечитаемо, это заезжено. Вот это еще более-менее хотя бы привлекательно выглядит. Или вот, что это такое? Ни в коем случае не используйте такие картинки. Картинка должна привлекать внимание. Она, в принципе, даже по большому счету не должна нести какую-то информацию. Может быть, какой-то текст, да, чтобы было понятно, о чем это. Потому что все люди изначально визуально воспринимают информацию. Они сначала видят картинку. Картинка должна быть яркая, она должна быть привлекательная. Не должно быть вот такого непонятного, что там, нечитаемое. Не должно быть вот такого заезженного, палец какой-то там. Вот это вот, что это из монитора, деньги. Всех это уже достало. Найдите какую-нибудь красивую, хорошую картинку. Можно здесь поюзать, посмотреть. Найти что-то привлекательное. Вот даже такая картинка уже какой-то не формат. То есть человек видит, вроде как человек, и здесь вместо головы непонятно что. Все, ему уже интересно. Вот видите, здесь даже нет никакого текста. Здесь не написан никакой текст. С помощью вот этого вот поста, вот этого поста, я привлек более 12, по-моему, или 13 человек на свою консультацию. Вот он, вот этот вот пост. Вот этот пост, он, кстати говоря, написан по структуре, о которой мы будем говорить. Далее. Помимо картинки, заголовок. Заголовок играет очень важную роль. Мега важную роль. Буквально 90% успеха. Если заголовок не цепляет, все, считайте, что ваш текст не работает, потому что читать его никто не будет. Картинка привлекает просто внимание. Просто человек бродил где-то там по вашей странице в социальных сетях, увидел картинку привлекательную, все, его зацепило, он сразу начинает читать заголовок. Заголовок слабый, он дальше не читает. Заголовок привлекательный, значит человек будет читать. Вообще, заголовок, формула составления заголовков, это отдельная тема. Я ее в своих будущих видеороликах освещу обязательно. Если вам интересно узнать, как писать такие заголовки, чтобы ваши тексты круто работали, чтобы их читали, пишите в комментарии к этому видео. Ставьте плюс, либо пишите, что хочу видео про заголовки, я вам его обязательно сниму. Но, что вам нужно самое важное понять? Заголовок должен бить в проблему клиента всегда. Всегда вы должны понимать, кто ваша целевая аудитория. Это первый шаг, я уже миллион раз об этом говорил. Без знания этого вы не сможете строить бизнес. Всегда заголовок бьет в проблему клиента. Всегда заголовок нацелен на целевую аудиторию. Только тогда он будет работать. И сниппет. Что такое сниппет? Это вот этот текст, который находится до кнопочки посмотреть полностью. Вот видите, вот показать полностью. Вот сколько здесь, там 5-6 строк. До показать полностью это сниппет. Что мы туда указываем? Мы сюда должны указать, усилить эффект заголовка. Смотрите, у вас в бизнесе, неважно, продающий пост мы пишем, либо что-то еще, либо мы настраиваем рекламу, либо мы проводим презентацию. Неважно что, всегда должна соблюдаться логическая цепочка. То есть сниппет, вот этот, он усиливает эффект от заголовка. В заголовке мы сказали, например, ударили в проблему клиента. В сниппете мы его дожимаем. То есть он должен вот эти прочитать, несколько там строк, и нажать вот это показать полностью. Это для ВКонтакте я сейчас говорю. Но любой другой контент, будь то, например, статья на блоге, также в первом абзаце обязательно должны быть вот эти строки, должна быть мотивация читать дальше. То есть мы усиливаем еще эффект. Далее. Блог второй. Поднимаем проблему клиента. Мы написали заголовок, вообще показали о чем-то статья, сказали там буквально, например, в этой статье вы найдете решение, как написать крутейший продающий пост, который вам принесет сотни тысяч рублей в вашем бизнесе. Все. Человеку уже интересно. Ну, грубо говоря, нужно немного оригинальнее, конечно, но принцип вы поняли. Далее мы поднимаем проблему клиента. И очень важно, он должен узнать себя или кого-то из близких. Если вы не добились этого, то ваш текст будет работать плохо. Клиент должен узнать себя. Он должен понять, блин, правда, у меня такая проблема. Он даже не задумывается о том, что у него такая проблема может быть. Возможно. Но, когда он прочитал ваш текст, он себя поймал на мысли, что действительно у меня такая проблема. Блин, этот человек знает меня лучше, чем я себя. Вы представляете, какой эффект уже? Уже этот продающий текст начинает работать. Уже после вот этого многие люди хотят потенциально уже приобрести ваш продукт, с вами познакомиться, узнать о вас больше. И вот, как я уже сказал, обязательно он должен узнать себя, либо кого-то из близких. Это обязательно. Далее. Блок третий. Мы пугаем клиента. Что будет, если он не решит проблему? Вот здесь нужно прямо расписать, расписать, чтобы клиент реально испугался, чтобы он понял, нужно решать эту проблему максимально быстро. Иначе она приведет к катастрофическим последствиям. Например, если вы не умеете писать продающий текст, вы теряете десятки, а то и сотни тысяч рублей в своем бизнесе. И те люди, которые используют сегодня, которые умеют писать продающие тексты, которые используют грамотный копиратинг в своем бизнесе, они вас через год обойдут, и вы в дальнейшем потерпите просто там катастрофические убытки, недополучите огромную прибыль, в итоге ваш бизнес вообще сосканится, вы уйдете из бизнеса. Ну, грубо говоря, так. Вот к этому подводим. То есть, нужно максимально напугать человека. Если вы хотите сделать продающий пост на какой-то продукт, может быть, вы сетевым бизнесом занимаетесь, и вы хотите продукт свой продвинуть, пусть даже это, я не знаю, парфюм для женщин, вы тут пишете, что если вы не пользуетесь качественным парфюмом, вы никогда мужчину мечты своего не встретите, и вообще умрете старой девой, грубо говоря, так. Я несколько утрирую, конечно, но тем не менее нужно это вот в таком формате подавать, чтобы человеку реально страшно стало. Чтобы он подумал, нужно эту проблему решать максимально быстро. Далее. После того, как мы его напугали, мы ему показываем решение проблемы. Показываем, как наш продукт решит проблему клиента. И показываем ему путь от боли к удовольствию. Что такое путь от боли к удовольствию? Это когда вот у тебя сейчас плохо, с помощью нашего продукта у тебя станет хорошо. У тебя сейчас болит зуб, через 5 минут ты будешь улыбаться, у тебя зуб болеть не будет. Мы сделаем все качественно, быстро. Путь от боли к удовольствию. Вы не зарабатываете деньги, с помощью нашего продукта через неделю вы заработаете свои первые 50 тысяч рублей в интернете. Путь от боли к удовольствию. Далее. Блок 5. Убираем возражения клиента. Вот здесь очень важно подумать, почему клиент не купит. Вот почему он не купит. Может быть это дорого. Может быть это продукт, которого на рынке очень много. Тогда дальше я скажу, что вам делать. Как вам убрать вот эти ограничения. Но нужно обязательно подумать, почему клиент может не купить. Вот прям выписать себе на бумажку, подумать это, продумать, и потом вот эти все возражения разбить в тексте. К примеру так. Возможно вы считаете, что то-то, то-то, то-то. Но на самом деле это совершенно не так. И привести пример. Вот привести аргумент какой-то. Чтобы человек понял, что это реально не так. Действительно. Почему я так раньше думал? На самом деле это не так. Вот мне даже тут живые примеры привели. Далее. После того, как возражения отработаны. Блок 6. Кто я такой и почему мне можно верить? Кто вы такой? Почему вам вообще можно верить? Я вам напоминаю, что мы продаем людям по холодному рынку. В принципе. То есть вы сделали рекламу на какой-то продающий пост, который ведет, например, к подключению к вам в бизнес, либо к продаже какого-то товара, продукта физического, может быть инфопродукта и так далее. Кто вы такой? Почему вам можно верить? Человек вас не знает. Здесь вы продаете свою экспертность. Вы говорите, я такой-то в бизнесе, столько-то помог уже стольким-то людей заработать такие суммы денег и так далее. И плюс здесь посыл. Я такой же, как ты. То есть вы клиенту показываете, что вы там не какой-то гуру из-за облачных стран или я не знаю откуда. Вы показываете, что я такой же. Я с тобой на одном языке разговариваю, друг. Я знаю, какие у тебя проблемы. Я знаю, чего ты хочешь. Я знаю, как тебе этого достичь и так далее. Седьмым блоком мы показываем уже отзывы и кейсы. То есть, что говорят о вас. Не о продукте, а именно о вас. То есть мы, вот этот вот блок шестой, кто я такой, почему мне можно верить, мы его в принципе продолжаем. Вы говорите, почему я могу вам помочь? В принципе. Или вот посмотрите отзывы тех людей обо мне, которым я уже помог. Или что обо мне думают те-то, те-то. Очень круто будет, если там в отзывах будет какой-то авторитетный, известный человек. Это естественно будет очень круто. Либо какая-то компания, которая на слуху. Там какой-нибудь, я не знаю, для мегафона вы написали продающий пост. Все сразу. Люди знают все, что такое мобильная связь, мегафон, например. Они увидели, что вы писали для них продающий пост. Все. Очень круто. Все вообще вопросы отпадают. Люди хотят уже у вас что-то купить. Если у вас нет таких клиентов, не было таких отзывов, просто отзывы каких-то людей. Все говорят, вот отзывы, все это заказано и так далее. Это не работает. Да, отзывы можно и заказать, но отзывы все равно работают. Людям все равно интересно, что о вас думают. Если отзыв реальный, это все равно чувствуется, это все равно видно и он тоже снимает какие-то ограничения, какие-то возражения. Далее. Восьмым блоком мы продаем продукт. Здесь очень важно показать, чем ваш продукт лучше всего остального, что есть на рынке. Такого же. Продаете вы, я не знаю, часы наручные. Чем ваши часы лучше? Почему у вас клиент должен купить? У вас быстрая доставка, может быть. У вас гарантия не один год, а два года, в отличие от остальных. У вас какой-то подход индивидуальный, у вас какие-то там консультации для каждого клиента индивидуально, какие именно часы подойдут именно вам и так далее. По знаку зодиака, я не знаю как. Но нужно здесь найти, чем ваш продукт отличается от остального. Он точно отличается. Если вы сетевым бизнесом занимаетесь, ваш продукт уже отличается, потому что вы занимаетесь системой бизнеса. Вы человек один такой, второго такого человека нет. Поэтому вы здесь можете показать, что моя команда, моя система обучения и так далее. Я буду работать лично с вами и прочее. То есть здесь важно показать, чем ваши предложения, ваш продукт отличается от всего, что есть на рынке. Девятым блоком мы рисуем картинку будущего. мы показываем клиенту, что изменится, когда он будет обладать нашим продуктом. И пишем это в настоящем времени. Вот это обязательно. Запишите обязательно это. Я надеюсь, вы все записываете. Если вы не записываете, пересмотрите это видео и запишите все. Потому что вот эти знания реально вам принесут намного больше денег. Прям вы выйдете очень быстро на новый уровень дохода. Просто попробуйте, составьте такой рекламный пост и запустите рекламу на него. Хотя бы рекламу в группах сделайте с таким постом. Вы увидите, насколько лучше эти посты работают вот по такой структуре. Важно нам показать, что клиент, что изменится в лучшую сторону в его жизни, когда он будет обладать нашим продуктом. Например, если мы говорим, что мы продаем, я не знаю, шампунь. Шампунь для женщин мы продаем. Я уже специально привожу всякие разные примеры. Ваши волосы, вот прям только представьте, ваши волосы стали мягкими, шелковистыми, в два раза больше объема, они блестят на солнце, так, что все мужчины поворачиваются на вас, просто там шеи посворачивали уже и так далее. Ваш молодой человек просто в восторге от вида этих волос, от их запаха и так далее. И вот эту картинку развивает. Если мы продаем, например, мы в сетевом бизнесе, мы рассказываем, мы знаем, какие у человека проблемы, он хочет зарабатывать деньги, если мы работаем с людьми, с той целевой аудиторией, которая ищет заработок. Если мы работаем с сетевиками из других компаний, мы здесь говорим, что только представьте, вам люди сами просятся в команду, вы ни за кем не бегаете, вы не достаете своих знакомых, над вами никто не смеется, вы зарабатываете от 100 тысяч рублей в месяц, как вы давно хотели, вы решили свои финансовые проблемы, приобрели жилье, выплатили ипотеку, заплатили все свои кредиты и так далее, вы путешествуете, ездите минимум 5 раз в год куда-нибудь в Дубай, на Мальдивы, еще куда-то и так далее. И вот так раскрываем все это в настоящем времени. Для того, чтобы человек проникся и захотел наш продукт, вот чего мы должны добиваться. Далее, 10 блок это отзывы довольных клиентов, но уже о продукте. То есть вот здесь в седьмом блоке отзывы о вас, а в десятом отзывы о продукте. То есть мы продавали сперва себя продали, потом мы продаем продукт. И вот здесь отзывы тех людей, которые там очень хорошо работают видео отзывы, потому что на них человека видно. Собственно, если вы продаете какую-то косметику, продукты, там может быть что-то для похудения, какие-то бады и так далее, очень круто, когда кейсы есть. Это до и после. Вот смотрите, до применения вот этого продукта я весила 75,5 килограмм. Это было ужасно, я стеснялся выйти на улицу. После применения этого продукта через месяц я стала весить 65, грубо говоря, я влезла в свои старые джинсы, которые я носила 5 лет назад. Я вообще счастливая, самая на свете, я кайфую, прыгаю от радости. Вот это реально работает. Вот это работает. А всякие там подключайся ко мне в команду, мы будем строить бизнес, вы заработаете миллион долларов через неделю, вот это не работает. Важно это понять. нужно составлять правильные продающие тексты, и они будут работать. Далее, 11-м блоком мы говорим о гарантиях. То есть мы убираем последние страхи. Какие гарантии? Может быть гарантия на продукт. Если вы занимаетесь сетевым бизнесом, хотите привлечь людей в свою структуру, вы говорите, что гарантия я вас 100% дойду до результата, я буду работать с вами. Вы точно заработаете деньги. Вы деньги свои не потеряете ни в коем случае. Моя цель вырастить новых партнеров, которые будут дальше развивать мой бизнес. Я напрямую заинтересован в том, чтобы вы быстро заработали. Вот это гарантия. То есть мы убираем последние страхи. Ну и последнее это куда нажать? Призыв к действию. Переходите по ссылке, чтобы узнать больше информации. Либо обратитесь ко мне в личные сообщения. Мои контакты находятся под этим видео. И так далее. То есть нам нужно направить человека. Все, он готов покупать, что ему делать? Куда ему нажать? Все, мы с вами разобрали полностью продающий текст. я старался сделать это видео максимально коротким и максимально емким. Если вы не записали все, что я говорил, мой вам дружеский совет еще раз, все обязательно запишите и попробуйте написать хотя бы один продающий текст по такой структуре и создайте на него рекламу. Либо хотя бы просто разместите его в ваших социальных сетях. Вы увидите, что такие посты приносят намного больший эффект, чем то, что вы делали до этого. Поверьте моему опыту, лично я применяю вот эти посты. как я вам сказал, вот этот пост, вот этот пост, вот этот пост, где человек с чем-то вместо головы, он без продвижения мне, без продвижения, до того, как я на него подавал рекламу, мне принес больше 10 заявок, 12 или 13 заявок на консультацию, на бесплатную. С этой бесплатной консультации я сделал 25 тысяч рублей. С этих бесплатных консультаций 25 тысяч рублей я заработал. Вот представьте, потом я подал рекламу на 150 рублей в группу и ко мне еще обратились люди за консультацией, я еще не все заявки обработал. Вот так. То есть один продающий текст может вам принести 25 тысяч рублей, даже больше. По-моему, это отлично. Те продающие тексты, которые я раньше писал, они более чем в два раза слабее работали. поэтому, что вам нужно сделать сейчас. Обязательно все это записать, обязательно попробовать написать продающий текст, обязательно посмотреть, как он сработает. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите мне, не стесняйтесь. Задавайте ваши вопросы в комментариях к этому видео, я на них на все отвечу. Если у вас какие-то проблемы с какими-то темами, вы хотите, чтобы я какие-то темы в своих видео осветил, тоже пишите мне, я сниму видеоролики обязательно, либо вам так устно отвечу, если тема не обширная. Также, если у вас есть какие-то проблемы в бизнесе, если вы на данный момент зарабатываете не столько, сколько вы хотите зарабатывать, то приходите ко мне на бесплатную консультацию. На бесплатной консультации я вам покажу, расскажу, как вы можете сделать настоящий прорыв в вашем бизнесе, как вы можете выйти на новый уровень. Я для вас это сделаю бесплатно. Я не буду вам говорить, что заплатите мне деньги, для того, чтобы я вам что-то рассказал. Нет, мы с вами разберем ваш бизнес полностью, полностью разберем ваш бизнес, найдем, почему не работает это, и я вам скажу, как, либо с минимальными вложениями, либо как совершенно бесплатно, вот эти устранить моменты, чтобы у вас бизнес начал работать, начал приносить вам деньги. Поэтому обязательно записывайтесь на бесплатную консультацию, мои контакты есть в описании к этому видеоролику. С вами был Дмитрий Тишанский, я вам желаю успехов в бизнесе, и до встречи в следующих видео. Дмитрий Тишанский,